Дата премьеры переносится на неопределенный срок. Но артисты уже сейчас готовы показать зрителям то, над чем так долго работали. Свеча горела на столе, свеча горела, шептал Юра начала чего-то смутного, не оформившегося. За основу спектакля взята 17-я часть романа. Это стихотворение Бориса Пастернака. Идея постановки по доктору Живаго принадлежит Александру Мерюсепу. Он же и играет в ней поэта. В качестве режиссера в театр пригласил художественного руководителя театра «Белый мост» Зою Куликовскую. Работать с Александром Васильевичем, конечно, это было для меня лично просто потрясением, потому что мы встретились с таким великолепным, большим артистом. И мне осталось только вот это все собрать, собрать воедино, выстроить и музыку подобрать. А это вот единое какое-то вот такое пространство, в котором мы рассказываем, что такое любовь. Игру артистов сопровождает живая музыка. Получается, что в спектакле три героя – поэт, муза и пианист. Преподаватель Нижегородской консерватории Екатерина Ульяницкая. Учитывая, что в доме Пастернака всегда звучала музыка, и писатель сам едва не стал профессиональным музыкантом, такое оформление спектакля не случайно. Тем более для спектакля выбрана музыка кумира Пастернака Александра Скрябина. Также в спектакле есть музыка Рахманинова и Прокофьева. Вот это земное, это домашнее, это родное и близкое – это живая музыка, которая здесь и должна существовать, на наш взгляд. Декораций на сцене почти нет. Каждый предмет – особая деталь. Лестница, горящая на столе свеча, вешалка, плащ – это не просто вещи, а ассоциации. В спектакле принимают участие актрисы Анастасия Новикова и Мария Кадо. Их образы позволяют раскрыть образ главного героя и замысел писателя. Пока остается только подождать, чтобы увидеть новое театральное чудо. Дарья Кульбакина, Алексей Калякин. Время новостей.